Ребята, всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Я уже закончил записывать этот ролик, но после этого увидел, а точнее вспомнил про то, что индикатор Дима Пифагора, индикатор Global, показал сигнал Strong Long. Это очень сильный сигнал, на самом деле, из истории, если вы посмотрите, как он отрабатывал ранее. Он отрабатывал очень-очень хорошо, как вы можете сами видеть на графике. Поэтому дайте мне знать, что вы думаете об этом в комментариях. Если вы не видели подробный обзор по индикаторам с Димой Пифагором, сейчас он появится сверху, обязательно его посмотрите. Ну, а мы начинаем видео, которое я записал для вас буквально 15 минут назад. Погнали! Смотрите, у меня тут сегодня куча индикаторов открытых. Если вы внимательно посмотрите на Cypher, на наш любимый VMC, по которому у меня есть урок, сейчас он появится сверху, то тут все эти индикаторы видны. Смотрите, вот у нас RSI, стокастик RSI и MACD. В принципе, они все внутри этого VMC Cypher уже зашиты. То есть, вот, если вы посмотрите все вот эти горбики RSI, вот они видны. Стохастика тоже видны и MACD тоже видна. Но так они видны, на самом деле, да, не особо их можно различить. Да, тут такой микс из всего. Поэтому мы сегодня их рассмотрим отдельно. Рассмотрим мы сегодня отдельно RSI, во-первых, потому что смотрите, какую интересную вещь я обнаружил. Спасибо Бенджамину Коуину. Он в своем видосе эту тему затронул. Вот у нас исторически дно RSI. И, кстати, по нему можно вот такую трендовую провести. Это двухнедельный таймфрейм. Двухнедельный таймфрейм графика. Посмотрите-ка. Мы пока еще не на этой трендовой, но мы уже к ней близко. И если вы посмотрите каждый раз, когда мы опускались так низко, это было дном, как вы можете сами видеть. Тут было дно, тут было дно. То есть, дальше мы после этого очень сильно улетали и никогда не возвращались обратно. Ну, вот здесь мы разве что вернулись почти туда же, но потом все равно улетели. Ну, здесь тоже, кстати, был возврат туда же. Но, грубо говоря, ниже мы уже не опускались. Поэтому сейчас мы приближаемся в очень интересную территорию по биткоину. Если даже мы дипанем еще ниже, о чем мы говорили вчера на стриме, что мы можем упасть даже куда-нибудь на 28, чтобы все поверили, что рынок медвежий, да, а потом нехило так отскочить, то вот тогда мы как раз и дойдем до этой трендовой и от нее все-таки отскочим. То есть, грубо говоря, мы имеем дело сейчас с мини-медвежьим рынком внутри большего бычьего рынка. Ну, в принципе, так, если посудить, на месячном таймфрейме так у нас вообще все медвежьи рынки – это просто коррекции внутри большего бычьего рынка. То есть, смотрите, на месячном таймфрейме тоже, кстати говоря, у нас с вами RSI. Вообще никогда не опускался ниже вот этого уровня в 43-44. Сейчас мы находимся на уровне 51 где-то. Но это, кстати, я смотрю обычные свечи, на хайконаши свечках чуть-чуть по-другому будет вести себя RSI. Да, вот он здесь ниже колол, и сейчас он еще пока еще выше, на уровне 55. Но для корректной работы индикаторов типа RSI нужно, конечно, смотреть японские свечи. Вот, потом что мы видим по стахастику, что он тоже укатывается в днище. Посмотрите-ка, он лежит буквально на полу. Но стахастик на больших таймфреймах – это такое себе на самом деле, потому что он показывает силу в моменте, то есть он больше для малых таймфреймах. То есть, смотрите, он весь медвежий рынок вот здесь был в полу, весь медвежий рынок здесь был в полу. И сейчас он в полу, то есть по ходу, возможно, это даже медвежий рынок. О чем еще нам сигнализирует MACD? Посмотрите, MACD на месячном таймфрейме только-только пересеклось и пошло в красную зону. Это нифига не гуд для быков по биткоину. И на двухнедельном MACD мы уже давно в красной зоне и падаем. И на недельном MACD мы тоже, посмотрите, давно в красной зоне и падаем. То есть, когда у нас вот этот сигнал был, многие, кстати, в чате писали, что типа MACD перекрещивается, походу будет дамп. Я тогда, честно говоря, ждал, что будет ложное перекрещивание, как было вот здесь. Вот тут тоже было перекрещивание, но в итоге MACD вот ограничилась одной красной палочкой. Поэтому, друзья, конечно, сейчас все пошло по медвежьему сценарию, и мы все еще можем кольнуть ниже, как я вчера на стриме показывал вот этот скрин. Аналогия S&P 500 на годовом таймфрейме с биткоином на месячном. Да, то есть, смотрите, паттерн идеально схожий, но обратите внимание, двойная вершина, двойное дно, и полетели to the moon. Здесь тоже двойная вершина, двойное дно, и вроде как полетели to the moon. Но если сравнивать уж конкретно эти паттерны, то здесь была тень выше и тень ниже. То есть, это более расширяющийся такой боковик с выходом наверх. То есть, чтобы всех заставить поверить в то, что это медвежий рынок, тень ниже была, ниже предыдущего low. С другой стороны, опять же, надо считаться с тем, что здесь был повышающийся пик. И если у нас будет точное повторение этого фрактала, чего, конечно, не гарантированно, не факт, что будет, но если будет, то, смотрите, у нас уже есть тень выше, и нам могут нарисовать еще тень ниже. То есть, куда-нибудь в район 20 с чем-то тысяч по битку, даже в район 25 тысяч, если мы проколем. И вот оттуда уже все переобудутся в медведей, всех, кого ликвиднет, кто сам продаст, кто будет ждать точек входа в шорт. И вот оттуда мы можем затузмунить уже конкретно, как вот здесь. Такой вариант, на самом деле, тоже не стоит отрицать. На обратной стороне медали, конечно, бычьи фундаментальные ончейн-метрики, что вот у нас, например, по индикатору supply held by short-term holders, то есть удерживаемое предложение краткосрочными ходлерами. Вот мы видим, что оно сейчас на таких низах, то есть краткосрочники все распродали, и обычно это сигнал как раз на лонг. То есть посмотрите, как это отрабатывало всегда вот здесь и здесь. Краткосрочных спекулянтах вытрясывали, и мы начинали лететь. То есть вот здесь, когда мы были на 64, их было дофига, посмотрите, как на пике. С другой стороны, да, это вы скажете, что вот это был сигнал пика рынка, и сейчас все, мы типа уже будем в маленькие отскоки, как на медвежке вот такие, выходить и снова уходить вниз. Может быть, может быть все, что угодно. Вот, ну а локально что? Смотрите, вот двухдневный таймфрейм. У нас, в принципе, RSI уже укатывается в пол, как истахастик, то есть обязательно оттуда будет отскок в какой-то момент, и отскок цены. Может быть, он будет прямо сейчас, может быть, чуть ниже, но он по-любому произойдет, и нужно быть к этому готовым. Вон, на четырехчасовом таймфрейме, посмотрите, у нас уже и MACD готова к развороту, истахастик уже пошел показывать на силу этого импульса, и RSI разворачивается. То есть, в принципе, на более младших таймфреймах у нас уже с вами идет разворот. И по цайферу здесь желтая точка, и дивер. Короче говоря, отскок, вот он, собственно, и происходит. Вот он происходит, вопрос, докуда он будет? Напишите в комментариях, как вы думаете, отскок ли это дохлые кошки, и мы пойдем еще ниже? Или все-таки вы считаете, что это V-образный разворот, и Bitcoin to the moon на новые хаи? Мне вообще интересно, надо сделать, походу, новый опрос в телеге. Верите ли вы еще в to the moon из серии? Потому что, конечно, перед to the moon по классике задача сделать так, чтобы все перестали верить в to the moon, и начали выходить и фиксировать профит на ранней стадии этого роста. Поэтому вот, если вас интересует, если вам интересно мое мнение, я верю в to the moon, я думаю, что всех нагреют сейчас с этим медвежьим рынком. Смотрите, опять же, 4-х часовик, гигантский дивер, желтая точка, и мы сейчас начинаем отскакивать. Я думаю, что мы как минимум сейчас вернемся на уровень 42-43, а там может быть и на уровень 49-52 куда-то. Вот там уже будет интересная развилка, потому что там можно будет и в шорт поскальпить, и в бок поскальпить, возможно, там уже как пойдет, собственно. Ну, вправо по-любому пойдет, сами знаете. А также, друзья, представляем вам проект Integrita. Это платформа, которая предоставляет понимание без доступа к конфиденциальной информации. Integrita позволяет предприятиям с перекрестными интересами выборочно сотрудничать с данными, не нарушая контроль над конфиденциальной деловой информацией потенциальным конкурентам. Ребят можно поздравить, они собрали нужную сумму средств на своей краудлоун-компании, 20 тысяч кусама или что-то порядка 4 мультов зелени. Ну вот тут, смотрите, показано все схематично, эти сайчейн-валидаторы. Но вы скажете, окей, это все, конечно, круто, но а нам-то что с этого гриня? А я вам объясню. Естественно, у компании есть свой токен, он называется TierToken. Он пока еще находится, как и сама компания, в самом, буквально в состоянии эмбриона, зародыша. То есть вот на Binance вы можете посмотреть, что есть информация про этот токен, но он еще не залистен на биржу, что, конечно же, хорошо, потому что, когда он будет залистен, сами понимаете, там уже другая цена будет. Вот вы можете видеть по CoinMarketCap, что торгуется он сейчас только на бирже Gate.io, на которую вы можете перейти, опять же, там зарегистрироваться, если у вас нет аккаунта. Так вы можете отследить здесь историю курса, в принципе, видеть, что он уже достаточно неплохо просел. Смотрите, он недавно стоил почти 5 долларов, а сейчас на падение всего крипторынка стоит 2,5. Токеномика проекта, опять же, очень интересная. Чем больше у вас токенов, тем больше вы, соответственно, имеете веса в этом, то есть становитесь, грубо говоря, валидатором. Можете все это сами почитать, какие плюшки это вам дает. И, конечно же, у ребят есть телеграм-группы на всех языках. Вот есть также русская телеграм-группа, в которую вы можете вступить, задать все вопросы и почитать, что здесь происходит. Так что, ребята, вот такой вот проект, на самом деле, судя по виду, он очень серьезный и все еще находится на ранней стадии. Ну, а мы с вами хотим быть инвесторами на ранних стадиях проекта, а не уже, когда все в него влетели, он выдал 100x-ов. Так что, дисклеймер, не финансовый совет, все решения принимайте сами, ссылки в описании. Integrity Token Tier торгуется на бирже Gate.io и очень неплохо просел. Ну, а мы продолжаем. Я что могу сказать? Я сам как бы оклемываюсь после этого затяжного падения, после достаточно серьезных потерь на спекулятивных счетах. Ходл позиции я свои не трогаю, естественно, потому что, что их трогать, я только докупать буду на этой просадке и складывать в холодильник. Но спекулятивно, вот я сейчас играю отскок, практически с нижней точки поймал, и по битку, и по эфиру, и на Femix, и на Bybit.io. Вот позиции, в принципе, зеленые, но пока еще даже не отбил вчерашний, позавчерашний лосс. Манеру тоже вот лангую, что она сильнее всего просела на падение. Но дисклеймер, ребят, не финансовый совет, сами понимаете. В целом, на мелких таймфреймах мы видим силу покупателя, который выталкивает цену наверх. Ну, в принципе, оно и понятно, потому что мы валяемся уже в локальной суперперепроданности. И как бы тут о чем говорить? Тут даже если это продолжение даунтренда, тут как минимум возврат к каким-то средним скользящим. То есть, если посмотреть там на дневке или на недельке, где у нас сетка EMA Ribbon. Да, на недельке у нас с вами сетка EMA Ribbon, нижняя граница 43-44 тысячи. Вот туда можем отскочить, как будьте здрасте, и потом только пойти вниз, если вы ждете вниз. Ну, а более локально, вот на 12-часовом таймфрейме сетка будет в районе 40-43 тысяч долларов. То есть, как минимум, я думаю, туда отскок напрашивается. То есть, если вы хотите набирать шорт позиции, ждите как минимум вот этот вот уровень и входите на нем. Но опять же, дисклеймер со стопом, аккуратненько, потому что растущие рынки шортить такое себе. Вот, а по альткоинам что? Я предлагаю даже сейчас сильно их не смотреть, хотя они отскакивают лучше битка. Некоторые альткоины, опять же. При этом доминация нам показала вот этот, можно сказать, ложный рост. И я думаю, что действительно это ложный рост, потому что, смотрите, какая шпилька. И сейчас бит сезон, он может быть, если все будет падать к доллару. Но я думаю, что сейчас к доллару все будет отскакивать, поэтому мы, скорее всего, увидим альт сезон, продолжение альт сезона и понижение доминации. Это мои, конечно, хотелки, мои ожидания. И я здесь не беру во внимание очень важный сигнал на месячном таймфрейме, ребята, желтая точка. Месячная желтая точка – это сигнал о том, что абсолютно точно мы пойдем выше, чем вот это место в течение, грубо говоря, года или двух. То есть этот сигнал может нам о чем говорить, что мы сейчас сходим, отскочим, потом сходим еще ниже, но потом в конце обычного рынка, когда все идет в медвежку, мы по доминации обязательно вернемся куда-то сюда. Вот о чем говорит этот сигнал, а не о том, что мы прямо сейчас начнем тузымунить по битку к альткоинам. То есть сейчас, я думаю, все еще финальная пятая волна альткоин сезона нас ждет, очень взрывная-разрывная, то есть поэтому мы и видим такие крышностные коррекции. Про волатильность X10 я вас предупреждал, вот она происходит, мы видим, как монеты взад-вперед летают. А потом, слушайте, ну кто там говорит манипуляция, беспредел, вот на примере эфира. Я вам напоминаю, что эфир недавно стоил 200 баксов и 100 баксов. Потом он пошел и безоткатно пробил 1000, 2, 3, 4 и почти до 5 дошел. Ну то есть он выдал крышностные просто проценты. И теперь мы что, видим небольшую коррекцию на месячном таймфрейме до верхней струнки сетки MA Ribbon. Ну как небольшую, конечно, кому-то неприятно, это коррекция на 55% без малого. Но тем не менее, вы не забывайте, что эфир до этого вырос на несколько тысяч процентов, понимаете? А с нижних точек еще больше. Поэтому эфиру, в принципе, есть куда падать. Вон он, 6000% дал плюс-минус. Эфиру есть куда падать еще, на самом деле. Поэтому, конечно, лонгуем, отскок, все дела. Но вот на недельках еще даже отскока не видно на хайка наше. На 12-часовике тоже пока не видно даже отскока. То есть он по-любому будет, конечно, среднестатистический. Вот по эфиру к сетке 12-часовой куда-то на 3-3 200 он по-любому сходит. Но в целом страшно, страшно лонговать. С другой стороны, ребят, страшно. Покупайте, как говорится. Покупай страх, продавай жадность. Индекс страха и жадности у нас на отметках экстремального страха уже месяц. И вы знаете прекрасно, что это всегда лучшие моменты, чтобы докупать биткоин. Ну разве что вот кроме вот этого момента, когда биток долго лежал на 6000. И после этого, вместо того, чтобы начать расти, упал на 3000. Но знаете, даже в долгую это было лучшее место. Потому что сейчас вот представьте, сейчас вы на это смотрите. Тогда все говорили, все, биткоин скам, он упал в два раза, всех поимели. А сейчас, прикиньте, если бы вы купили биток по 6000. Да вообще шикардос. Даже те, кто покупали биток на прошлом хай в 20000, сейчас все еще в плюсе. Поэтому подумайте об этом лучше. Отдалитесь, посмотрите, статистически увидите, что это все были лучшие моменты, чтобы покупать. Вот, по поводу Дэша, я все еще обычно на него оптимистично настроен. Я вам напоминаю, что он еще не иксовал, так как стреляли и Эфир Классик, и Кардана, и Додж Коин, и многие другие старички. Даже Лайт Коин, я извиняюсь, с манерой, уже переписали свои исторические хаи. И выглядит очень мощно. А Дэш при этом еще не переписал. То есть, это говорит о чем? Что, конечно, вот это был очень спекулятивный хай в 2017 году. Но, тем не менее, Лайт Коин сделали манеры вот так уже, понимаете? А Додж Коин сделал все вот так. Поэтому, я все еще жду, что Дэш сделает вот так, вот обязательно. Когда это будет, я вам точно не могу говорить. Но график у него сейчас очень красивый. Опять же, кто-то говорил, сравни график с Сискоином. Сискоин вообще никому не нужный щиток в сравнении с Дэшем. Посмотрите, насколько похожий паттерн. Жесткий памп и дамп, долгое накопление. Жесткий памп и дамп, долгое накопление. Но вот этот глюк не смотрите, это пересчет TradingView глючит. Долгое накопление. Потом, смотрите, вот здесь легкий припамп, чуть больший памп. И дальше, смотрите, что делает Сискоин. Никому не нужный щиток, уже переписывает хай. И что делает Дэш? Продолжает валяться. То есть, в принципе, Дэш уже должен был сделать вот так. Но, видимо, очень много нас с вами засело в ракете, поэтому он так и не делает. Но я думаю, он обязательно так сделает, буквально там, через какое-то время. Дисклеймер, конечно же, не финансовый совет, друзья. Я просто вам говорю сам, что я думаю и что я делаю. Ну, а вы принимаете все решения сами. Все ссылки в описании. Завтра откроется фондовый рынок. Посмотрим, отскочит ли он наверх и позитивно скоррелирует с криптой. Я думаю, что да. Напишите в комментариях, что думаете вы. Спасибо, что смотрите. Всем профитролей. Ставьте лайки, ставьте стопы и тейки. Подписывайтесь на канал, если вы у нас новенький. И торгуйте аккуратно. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок